Почему у человека не бывает брачного сезона? Весна-весна, пора любви. Эти пушкинские строки в отношении человека на самом деле – стереотип. Действительно, после мрачной зимы природа пробуждается и живые организмы начинают активно размножаться. Вот только человек брачного сезона лишён. Привет! Меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале Вселенная Beautiful World. Отсутствие брачного сезона в первую очередь это заслуга наших предков-приматов, которые провели большую часть этапов эволюции в тропиках, лишённых колебаний продолжительности светового дня. Именно увеличение продолжительности светового времени суток влияет на работу эпифиза – железы внутренней секреции, который снижает выработку гормона сна – мелатонина. Организм начинает больше бодрствовать и получать сигналы, что наступили идеальные для размножения условия. Светло, тепло и достаточно ресурсов для выкармливания потомства. С этого времени растёт уровень половых гормонов. И вот в живой природе наступает брачный сезон. Нам остаётся только поражаться разнообразию его проявлений. От безобидных песен ярко окрашенных самцов, тетерева, до совсем уж криминального вгрызывания самца-рыбы у девчика в тело его потенциальной невесты. У человека всё совсем не так. Мы не привязаны в размножении ко времени года, поэтому и брачного сезона у нас нет. Мелатонин эпифиза реализует у человека только циркадные ритмы – цикл сна и бодрствования. Вырабатывается в тёмное время суток, он усыпляет мозг, а также не даёт раньше времени запустить процессы полового созревания в детском организме. Однако, в тропиках кроме человекоподобных обезьян есть и другие животные. У них брачный сезон есть. Отсутствие его у человека сохранились по двум причинам. Во-первых, жизнь в социуме даёт возможность опираться не только на себя, но и на членов социальной группы. Причём из-за отсутствия брачного сезона мы налаживаем связи с другими людьми круглый год и можем полагаться в вопросах заботы о потомстве на кого-то. Например, попросить бабушку посидеть с внуком или забрать его из детского сада. Во-вторых, человек единственное существо, которое не только приспосабливается к окружающей среде, но и активно изменяет её в соответствии с собственными нуждами. Правда, зачастую это приводит к глобальным последствиям. К примеру, искусственное освещение и способность получать продукты питания вне зависимости от времени года дают нам возможность жить и общаться активно, а также не зависит от благоприятных условий природы для размножения. И вот, даже при том, что человек расселился по планете практически повсеместно, освоив территорию с ярко выраженной сменой времён года, брачный сезон себе он не вернул. Более того, давно известно, что лабораторные животные, днём и ночью подвергавшиеся воздействию ламп, приобретают возможность размножаться круглогодично. Право использовать слово «сочетание брачный сезон», как и цитировать по весне Пушкина, мы всегда оставляем за собой. Но к нашей биологии это имеет уже крайне опосредственное отношение. На этом всё. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и обязательно подпишитесь на канал, кто ещё не подписан. Впереди много интересного. До новых встреч на проекте «Популярная география». Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова